Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы в студии». Сегодня мы говорим с директором Мирнинской площадки общего центра обслуживания акционерной компании «Алроса» Вероникой Степановной Магаль. Вероника Степановна, здравствуйте! Добрый день! Итак, давайте вообще с вами поговорим, для чего, зачем и как был создан ОЦО? Тема общих центров обслуживания сегодня на самом деле очень популярна. И о выгодах ОЦО для компании написано много бизнес-литературы, об этом много говорится на различных тематических форумах. И когда любая компания начинает создавать свое ОЦО, этот вопрос, он буквально витает в воздухе. Ну, действительно, зачем это нужно? Какие от этого выгоды, если и так все хорошо работает? Знаете, легко работать просто хорошо, гораздо сложнее становиться лучшими. И для любой компании, даже с огромным запасом прочности, было бы большой ошибкой не думать о будущем и не искать уже сегодня любые способы повышения своей операционной эффективности и пути к долгосрочному успеху. А общий центр обслуживания, если говорить именно о поддерживающих функциях, это и есть тот правильный путь к долгосрочному успеху. И тот факт, что практически все крупные международные российские компании сегодня имеют свои ОЦО, это неоспоримо доказывает. Потому что ОЦО для компании это единая точка ответственности, это единая точка изменений, это быстрый проводник изменений процессов компании, роботизация, автоматизация и, как следствие, мощный инструмент повышения производительности труда. Какой функционал на себя забрал общий центр обслуживания? Центр обслуживания забрал на себя функционал ведения бухгалтерского налогового учета, казначейские функции, это фабрика платежей, сервис по сопровождению закупок. В общем, основные поддерживающие функции с 1 октября по ряду структурных подразделений уже перешли на обслуживание в ОЦО. И отвечая на вопрос, зачем вообще нужно создание ОЦО, в общем-то, наверное, в целом, в конечном итоге за тем, чтобы руководители компании не сосредоточились на решении стратегических вопросов управления основным бизнесом компании, как раз не функциями поддержки. И поэтому сегодня создание общего центра обслуживания – это не дань моде, это реальная бизнес-необходимость. Вот если взять конкретного работника, например, шахтера-рудника интернациональной, почему ему станет удобнее работать с ОЦО? Ну, на первый взгляд, кажется, что такой явной прямой связи нет. Шахтер работает в шахте своим тяжелым и достойным уважением трудом, приносит компании прибыль. И, казалось бы, где он и где общий центр обслуживания. На самом деле, работники часто обращаются и в бухгалтерию, и в отдел кадров компании по самого разного рода вопросам. И в общий центр обслуживания они тоже будут очень много обращаться. И как раз вот для ОЦО каждый отдельно взятый рабочий – это его клиент. А клиент, он должен быть доволен качеством услуги, качеством оказанного ему сервиса. И мы своих сотрудников, в общем-то, и воспитываем в понимании того, что мы партнер и надежный помощник именно для основного бизнеса компании. То есть не рабочий для нас, а мы для рабочего. Мы должны строить свою работу так, чтобы удобно было, прежде всего, основному производственному персоналу. И для этого мы создаем различные современные инструменты коммуникации с сотрудниками компании. Оставляем на площадках обслуживаемых предприятий наши фронт-офисы, отделы оперативного учета, которые помогают работникам быстро решать все их вопросы. Но даже уже сегодня тому же самому шахтеру совершенно необязательно идти физически в отдел оперативного учета, чтобы решить свои проблемы. Он может позвонить на единую горячую линию контакт-центра. У нас в ОЦО уже заработал контакт-центр. И задать там свои вопросы. Он может прямо на портале компании через систему Service Desk заказать требуемую ему справку или документ. И через какое-то время ему на электронную почту придет уведомление о том, что его документ готов. Он может забрать его в любое удобное для него время. Мы следим за сроками отработки обращений поступающих от сотрудников и стараемся не допускать просрочки. Ну, наверное, в этом и заключается основная польза от ОЦО для простого рабочего. Создать ему комфортные условия взаимодействия и эффективные способы общения. И быстро и без ошибок отрабатывать любой его запрос. Есть ли вот такие реальные примеры того, что стало удобнее работать, стало удобнее жить работникам компании? Общий центр обслуживания, наш общий центр обслуживания, он начал работать 1 октября этого года. То есть прошло всего лишь полтора месяца. И рано, наверное, говорить о каких-то наших успехах. Мы только учимся работать в новых условиях, обкатываем новые инструменты взаимодействия, привыкаем друг к другу. Но на самом деле сделано уже достаточно много. Я уже привела вам примеры новых инструментов коммуникации с сотрудниками предприятий, которые мы обслуживаем. Если говорить о каких-то технологиях, то, наверное, нельзя не сказать о внедрении системы потокового сканирования документов, которая тоже заработала вместе со стартом работы ОЦО. То есть в компании уже создан электронный архив документов. И не нужно пыль глотать в бумажных документах, чтобы найти ту или иную бумагу. Есть его электронный скан-образ в системе. Это на самом деле огромное преимущество, потому что это дает возможность перевести в электронный формат взаимодействие с фискальными органами, с контрагентами. А это десятки, а в рамках компании ЛРОС и, наверное, сотни тысяч документов. Или, например, такой инструмент, как обратная связь от наших клиентов. Важная штука для ОЦО знать и понимать, что думают о нем его клиенты. Чем они довольны, чем недовольны. Что им нравится, что не нравится. Для нас это всегда очень полезный, объективный источник информации и, в общем-то, пища для размышления о путях дальнейшего развития. И вот мы уже сегодня провели опрос первых наших клиентов, которые обслуживаются у нас в ОЦО. И готовимся к открытому диалогу с ними. Я уверена, что до создания ОЦО такого никогда не было. Поэтому, когда вот так начинаешь задумываться, то понимаешь, что за такой короткий срок сделано очень много нового и полезного. И это, в общем-то, всегда радует. А как Вы подбирали сотрудников? Какими критериями, может быть, какой-то шкалой Вы придерживались, когда подбирали к себе персонал? Ведь это новое подразделение практически. Ну, подбирать сотрудников всегда очень сложно. И, наверное, на вопрос, по каким критериям подбирали, однозначного ответа на него нет. Единственное, что я могу сказать, что все сотрудники компании, из которых, в общем-то, и формировался штат будущего ОЦО, они очень профессиональные и очень самодостаточные люди. И тут вдвойне, наверное, сложнее выбирать из равных. Поэтому мы просто беседовали с каждым сотрудником, рассказывали ему, что такое ОЦО, какие изменения его ждут в будущем, какие у него появятся перспективы. И если человек был готов к предстоящим изменениям, мы просто предлагали ему работу в ОЦО. Ну, то есть это был не конкурс, не отбор, это был такой диалог, беседа на равных. Сколько сейчас работает на Мирновской площадке сотрудников? Ну, в целом, общий центр обслуживания сейчас, Мирный и город Новосибирск, это порядка 125 человек. На площадке города Мирного работает сейчас 30 человек. Вот такой штат. Очень многие сотрудники переехали из Мирного в город Новосибирск и сейчас трудятся там. И, в общем-то, я не могу не сказать о том, что работа в ОЦО – это для каждого сотрудника тоже безусловное преимущество. Во-первых, человек, который обладает экспертизой в своей области и плюс еще опытом работы в ОЦО, он очень востребован на рынке труда. Это, наверное, такое основное преимущество. Второе в том, что ОЦО очень много вкладывает в развитие своих людей, потому что это его конкурентное преимущество. Ну, где вот, допустим, вы видели примеры, что сотрудника бухгалтерии или кадровика учат навыкам клиента ориентированности или навыкам ведения деловых переговоров. А мы своих людей всему этому учим, и они у нас становятся современными и всесторонне развитыми. Универсалами. Универсалами, да. И третье, наверное, тоже не могу не отметить основное преимущество, их на самом деле много, да. Но третье заключается, наверное, в том, что в ОЦО для любого сотрудника гораздо больше возможностей для карьерного роста. Он может стать директором ОЦО, если очень этого захочет. Он может заняться проектной деятельностью и разрабатывать, и внедрять новые процессы в компании. Может освоить смежную специальность, стать казначеем, будучи бухгалтером, потому что ОЦО очень практикует внутренние ротации сотрудников. Ну, то есть огромные преимущества и только плюсы. И напоследок наш традиционный вопрос. А каковы же планы дальнейшего развития нового подразделения компании? Планов у нас громадьё. Наверное, первое в том, что мы продолжим брать на обслуживание структурные подразделения и дочки компании «Алросы». Сейчас мы готовимся к обслуживанию первого крупного производственного подразделения компании Мирнинского горно-обогатительного комбината, которое должно начаться 1 января 2019 года. А к концу 2020 года на обслуживание в ОЦО перейдут все структурные подразделения компании «Алросы» и все его дочерние зависимые общества. То есть за достаточно короткий срок нам предстоит выполнить такой серьезный график миграции. Мы продолжим заниматься совершенствованием своих процессов, попробуем внедрять роботов, продолжим развивать электронные документы оборот, возможно, какие-то иные автоматизированные системы управления процессами. Мы будем забирать в ОЦО все новые и новые функции. И со временем будем забирать не только стандартизированный рутинный персонал, но и умные аналитические функции. Мы будем по-прежнему заниматься развитием своих сотрудников, строить карьерные маршруты для них, внедрять институты наставничества, системы адаптации. Много интересной работы впереди. И самое главное, для этого есть все необходимое. Есть поддержка руководителей компании, есть очень креативная и мобильная проектная команда, сложился крепкий, дружный коллектив. Поэтому я думаю, что у нас все получится. Спасибо. Я напомню, что мы сегодня беседовали с директором Мирнинской площадки общего центра обслуживания акционерной компании «Алроса» Вероникой Степановной Магаль. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok